Всем привет! Сегодня мы будем обсуждать все новости, непосредственно обзор зарубежной прессы, что появилось интересного за одну неделю. Это немного новый формат. В ближайшее время, думаю, Николай начнет подобный формат, если он будет интересный, у него найдется время. Но мы будем обсуждать непосредственно именно зарубежную прессу и начнем с Нейла Пэттала. Он опубликовал статью «7 стратегий, которые он планирует применять непосредственно именно в 2020 году». Вот сейчас я открыл эту статью и давайте посмотрим, что же Нейла Пэттала первоочередно будет внедрять. И первая его стратегия – это AP-тестинг. Я думаю, это ни для кого не секрет, потому что никто не знает, что лучше всего работает и что лучше применять. Поэтому AP-тестинг, в принципе, подсказывает многое. Тут же, конечно же, он рекламирует свой Uber Suggest. Я тоже, в принципе, рекомендую этот инструмент, если у вас нет платного HRF, SERPSTAT или SEMRUS, MOS, чем вы пользуетесь. Чем хорош этот инструмент, что он бесплатный, не надо никаких регистраций. И, в принципе, он его постоянно усовершенствует. И, скажем так, для бесплатного пользования это уже какие-то данные или просто для кого-то поверхностного анализа. Для тех, кто более профессиональный, это лучше, конечно же, использовать HRF. И действительно, AP-тестинг – это сегодня, скажем так, обязательная система, потому что вот мы множество публиковали разного контента. Но бывало так, что необходимо либо тайтлы поменять, либо информацию обновить, либо еще что-то. Это лучше всего в Google Аналитику зайти, проверить поведение пользователей и подумать, как можно улучшить или даже сравнить конкуренты сайтов, которые в выдаче выше находятся и непосредственно посмотреть, что у них. И, возможно, перефразировать какие-то определенные данные или дополнить информацию. Потому что бывает, что вы опубликовали контент на одну тематику, а в топе в основном ранжируются сайты. Это какие-то списки там или непосредственно гайды, как сделать определенные моменты. Поэтому AP-тестинг хорошо работает. Особенно можно проводить там с мета-информацией, тайтлами, дискрипшеном. Второй пункт непосредственно Nail Petal обращает на параметр id. Я вам скажу, ну для Nail Petal, конечно, странно, что он обращает на этот параметр, но даже, видите, он, в принципе, обращает внимание, потому что это непосредственно экспертиза, авторитет и доверие. Я думаю, просто авторитет у Nail Petal просто громадный. Его, наверное, знают все, на него ссылаются множества ресурсов. У него там domain assorti просто зашкаливает за 90. Поэтому, ну при этом, как вы видите, такой известный специалист все равно обращает внимание и поставил это на вторым пунктом. То есть, представляете, если у вас нет такого уровня авторитета, то вам тоже стоит сюда обратить внимание. Непосредственно мы это постоянно делаем. То есть, мы на нашем сайте ведем страницу о нас. То есть, мы там расписали информацию о нас, указали множество фотографий. Это вызывает уровень доверия. Авторитет – это когда на вас ссылаются какие-то авторитетные ресурсы. Мы тоже постоянно работаем. И гостевой постинг, и, допустим, те же социальные программы – это авторитетные сайты, которые на нас ссылаются. И непосредственно уровень, скажем так, доверия и вот эти параметры. Вот Nail Petal, он на них обращает внимание. Что вы видите, что он собирается делать? Это гостевой постинг, общаться на конференциях. И непосредственно это какие-то признания сообщества, получение наград. Я вам скажу, гостевым постингом мы работаем постоянно. Это действительно эффективная стратегия. Это все подчеркивает и очаривается множество других ресурсов. На конференциях, к сожалению, мы не говорим. Я знаю, что Nail Petal это делает 4 раза в год. Возможно, когда-то мы с Николаем действительно попробуем себя на какой-то конференции, пока мы концентрируем внимание в основном на нашем YouTube-канале, чтобы получить непосредственно известность здесь. Ну, Nail Petal, он успевает везде. Я слушал его аудиоподкаст. Он, как правило, 4 раза выступает на каких-то крупных, больших мероприятиях. Причем ценник за его выступление, он где-то проставляет около 30 тысяч долларов. То есть, вы понимаете, чтобы пригласить авторитет от такого уровня, это еще надо так нормально раскошелиться. Вот. Непосредственно третьим пунктом он выделил CDN. И не просто так, потому что Nail Petal он все-таки использует множество языков. Это и португальский, и испанский, и немецкий, и французский. И он пытается выйти интернационально. Непосредственно при этом, самое интересное, монетизацию он делает только в основном с англоязычного сегмента. Но он при этом пытается продвинуться везде, чтобы в будущем смог охватить эти рынки тоже. Для чего нужен параметр CDN? Это чтобы копия вашего сайта грузилась непосредственно в каких-то других регионах. Мы тоже вот на нашем сайте используем этот формат. Непосредственно в нашем хостинге. Там вообще копейки платим, я не помню, там какая-то небольшая сумма. И это позволяет наш сайт показывать в других сегментах, допустим, там в том же американском сегменте, непосредственно в Штатах, и это грузится с местного хостинга. То есть CDN это действительно будущее, потому что и Google обращал много внимания на этот параметр, что ваш сайт должен быстро грузиться. Если сайт грузится больше трех секунд, то вы теряете там за каждую секунду 20% конверсии. То есть это просто большие суммы. Поэтому Amazon вкладывает огромные деньги непосредственно в развитие своей структуры, непосредственно именно серверов. Google также вкладывает огромные деньги. И непосредственно, вот видите, на El Patel он также обращает внимание на CDN параметр. То есть он платит деньги и делает так, чтобы сайт грузился везде быстро, потому что пользователи, они нетерпеливы, они не будут ждать, пока загрузится контент непосредственно вашего сайта. Следующим параметром он обращает внимание на title и непосредственно его тестирование. Ну, я считаю, что это действительно архиважно, тестировать вашу метаинформацию, как она себя показывает, потому что, как минимум, это влияет на кликабельность, потому что пользователи не кликают слепую, они заходят непосредственно в Google или в Яндекс, они читают информацию и принимают решение, перейти на сайт или нет. То есть мы для этого разработали свою утилиту, калькулятор title, по которой вы можете непосредственно проверить качество вашего прописанного заголовка. И часто бывает, что просто перефразировав непосредственно эту информацию, поисковик лучше понимает ваш контент и начинает вас ранжировать по каким-то определенным ключам, потому что title – это прямое ранжирование, description – это непосредственно непрямое ранжирование, но поисковик связывает непосредственно метаинформацию с контентом вашего сайта. Поэтому я тут с нейлом по этому полностью согласен, это необходимо тестировать. И, чтобы вы понимали, 80% пользователей вообще не переходят на сайт, если им не понравилась метаинформация, а те, кто перешли, из них 80% вообще не читают контент, они находят только необходимую нужную информацию, то есть тут принцип Паретта у нас работает. И непосредственно пятая его стратегия – это схема Markup. Да, действительно, потому что это сегодня важно иметь эту схему, то есть она увеличивает кликабельность на 30%, я точно не помню цифры, но Google озвучил, что там не помню точный процент, но где-то около 60% сайта вообще не имеет схема. То есть это означает, что это большой плюс вам, потому что если вы настроите этот формат, вы будете лучше ранжироваться непосредственно именно в блоках Google, и Google будет лучше воспринимать ваш контент, как правило, это увеличивает кликабельность на 30%, поэтому обязательно настраивайте вот этот параметр. Так, шестая стратегия непосредственно – это кластеризация контента. Я думаю, тут он свой Uber Suggest будет рекламировать, непосредственно тоже свой кластеризатор, видите, создал. И он показывает, как настроена именно кластеризация у HubSpot. У нас есть кластеризатор наш, этот тул, в котором вы можете разбить схематику вашего непосредственно 7 ядра и четко понимать, по каким страницам вам необходимо, по каким ключам привязывать к каким-то определенным страницам, потому что бывает, что он накидает на страницу кучу ключей. Допустим, кто занимается недвижимостью, он может купить недвижимость, аренда недвижимости, купить однокомнатную, купить двухкомнатную, долгосрочная аренда, краткосрочная аренда. И это все пытаться оптимизировать на одну страницу. На самом-то деле это не будет работать, потому что Google непосредственно ранжирует более релевантный контент. Вам надо четко сделать структуру и правильную кластеризацию. Вот для этого используйте наш кластеризатор. Это будет, думаю, архив полезно вам непосредственно сделать. Виде НЛП тоже на это обращают внимание. И седьмая стратегия, ну это вообще, это просто в стиле Нейла Пэттла, завоевать мир. Ну, я думаю, в принципе, Нейл Пэттл многое для этого делает, пусть завоевывает. Конечно, мы будем только рады, если он там предоставит множество классного контента. И, как мы видим, он здесь же показывает, что он идет все-таки интернационально, там по многим странам, развивает именно вот это направление. Хотя основной трафик у него все равно до сих пор англоязычный. И, как он говорил, что он также монетизацию в основном делает только с англоязычного сегмента. Но при этом он много раз сообщал, что и Google непосредственно в англоязычном сегменте огромная конкуренция, в других языках она намного ниже. Поэтому он переводит контент непосредственно на тот, который он создал англоязычный на другие языки. И его ранжирует, что-то дает хорошие результаты. Ну, спасибо НЛП, это действительно полезная статья. Следующее, что мы обсудим, непосредственно уже прощаемся со старой Google Search консолью. Я вам скажу, когда появилась новая версия, изначально было сложно в ней разобраться, понятие Google дал нам время разобраться. Сегодня я даже не помню, когда последний раз заходил в старую версию. Некоторые функции убрали. В основном сейчас все в основном в новой версии. Google Search Console довольно-таки удобно. Я вам скажу, в принципе, Google не стоит на месте, развивается. Поэтому только ему большое спасибо за это, за то, что он дал такой бесплатный хороший тул, который показывает множество полезных данных. Так, у нас что Джон Мюллер написал, множество уже попрощались. Идем дальше. Следующая новость у нас Search Engine Journal. Как определить вашу аудиторию, да, то есть именно вашу аудиторию. Так, в основном, про что они писали, это непосредственно статья про определение вашей аудитории, как ее выделить именно в Google Аналитики. Ну, я думаю, в Google Аналитики, конечно же, вам необходимо зайти непосредственно. Вот у нас тут даже есть скриншоты. Это, я вам скажу, это действительно важный момент, потому что вы должны понимать, кто ваш покупатель. То есть создать непосредственно именно buying person, да, тот, кто будет покупать ваш товар. И если вы будете настраивать рекламу или создавать контент, создавайте непосредственно под вашу персону. Я думаю, это важно. Это можно все сегментировать непосредственно в Google Аналитики. И, как мы видим, что Search Engine Journal говорит непосредственно именно про платную рекламу Google Ads и Bing Ads. Я вам скажу, мы тоже тестировали аудиторию. Мы понимаем, кто больше покупает, кто чаще клипы кликает, кто больше заинтересован. То есть так же делается и для вашей аудитории. И понимаете, что, допустим, для YouTube это может быть одна аудитория, для Google это может быть другая, для Яндекса третья непосредственно. Потому что у людей везде разное настроение. К примеру, у нас на YouTube эта аудитория в основном молодая. Они изучают наш контент, они смотрят, понимают. И мы настраиваем платную рекламу на них. Для Facebook мы больше информационный какой-то контент. И вот именно непосредственно хорошая статья у Search Engine Journal. И она основана именно на Google Аналитике. То есть видите, тут и это больше Facebook Ads, непосредственно LinkedIn Ads. То есть это вот как необходимо сопоставить аудиторию с вашими платными аккаунтами. Идем дальше. Дальше у нас статья с HubSpot. Вот что она так долго грузится. Это про TikTok. Я вам скажу, это приложение, которое уже серьезный конкурент Инстаграму и Пинтересту. Мало того, у него уже 500 миллионов активных пользователей. Я вам скажу, как все уже новое появляется. Рынок пока рекламы там не занят. И в связи с тем, что низкий уровень конкуренции. Потому что все-таки пока мало там рекламодателей. Этим надо пользоваться. Это поможет нагонять трафик. Непосредственно создавать контент там. Не знаю, как под русскоязычный сегмент, под англоязычный сегмент. Этим надо пользоваться. И все-таки там больше эта аудитория какая-то. Видео непосредственно. И вот запускает рекламу на них. Тут довольно-таки полезная статья HubSpot. Они рассказывают, как это необходимо делать. То есть это такой подробный гайд непосредственно, как проводить рекламу именно в TikTok. Ну, кому интересно, обязательно зайдите, почитайте. Дальше у нас идет непосредственно White Boy Friday от Moss. И что мы видим, здесь рассказывается, как работает локальная выдача. Так, эту статью кто у нас рассказывал? Как мы видим, не Rand Fishkin. Это у нас новый непосредственно спикер. Я вам скажу, я смотрел это видео. Честно, не помню ее имя. А, ее зовут Joy Hawkins. И она непосредственно именно специализируется на локальной выдаче. И она подчеркивает такие параметры, как точность. То есть, что важно для локальной выдачи непосредственно, это место расположения пользователя, который ищет по поисковым запросам. Дальше она подчеркивает такой параметр, как известность ваша. То есть, это внешние ссылки, которые ведут на вас это упоминание вашего бренда. И релевантность непосредственно. То есть, посмотреть это видео. Она именно разбивает четко по категориям, что необходимо делать для продвижения именно в региональном бизнесе. Я думаю, будет полезно, в принципе, любому. И дальше идем. У нас новость от Google Chrome. Это, я думаю, действительно очень интересная новость в том, что Google Chrome в новой версии будет поддерживать ленивую загрузку. То есть, не обязательно его уже будет устанавливать в WordPress или в каком-то роботов, чтобы они воспринимали целостно ваш контент. И отдельно включать непосредственно для пользователей. Что такое ленивая загрузка? Это непосредственно, когда вы открываете с на низу сайта, и вы видите какую-то видимую часть. Если вы скроллите вниз, и там у вас какой-то, может, огромный гайдс, множество картинок, фотографий. И непосредственно это и есть ленивая загрузка. То есть, она не грузится изначально. Таким образом, пользователю не надо долго ждать. Он видит видимую часть. А когда он будет скроллить вниз, ему будет грузиться все остальное. То есть, Google Chrome эту версию скоро поддержит. И не надо будет автоматически это все настраивать. Но при этом, я думаю, что пока еще необходимо это удерживать. Потому что, во-первых, это такой Google Chrome. Люди пользуются другими браузерами. Плюс, не все обновятся до именно этой версии 76. Поэтому, пока на данном этапе, это, конечно, необходимо поддерживать. Дальше идем у нас исследования. Это Search Engine Journal показал исследование, что 50% покупателей, они доверяют аккуратности информации о бренде в поиске. То есть, это, как мы видим по этому исследованию 57. Ищут именно непосредственно сайт бренда и считают, что там полная информация и аккуратная. 50% смотрят какие-то другие сайты о бренде. Это, может быть, отзывы, это, может быть, какие-то обзоры. И тоже это необходимо учитывать, чтобы не только на вашем сайте вы про себя хорошо говорили, чтобы и другие про вас, в принципе, положительно говорили. То есть, это интересное исследование, что у нас еще там пишут. 48% говорят, что бренд сайта – это более доверчивая информация. То есть, информация, которой они будут больше доверять. Почитайте это исследование. Тут расписаны еще причины, почему люди непосредственно не покупают у бренда. Это плохое качество сервиса, 41%. Слишком много запросов информации, 31%. Я думаю, это когда сайт перенагружен, поэтому делайте максимально простые сайты, чтобы все было понятно. И что еще у нас получается? Так, сайты не полезные в поиске информации. То есть, это, наверное, структура, это все-таки сложность пользования сайта. Почитайте это исследование, если будет интересно. Дальше у нас опять МОС, и эта новость непосредственно, сейчас Google непосредственно внедрил эту новость, что будут новые виды ссылок. То есть, это раньше у нас был тег «dofollow», «nofollow» сейчас появляются еще два новых тега. Это место «nofollow» – это будет «relsponsored» непосредственно. Это когда вам оплатили деньги за публикацию какого-то контента. И «user-generated» – это непосредственно, когда кто-то пишет комментарии или это форумы. И теперь Google просит до 1 марта 2020 года перейти всем на новые виды ссылок. Пока, я думаю, влияние никто точно не знает, но, как я понимаю с этой статьи, что все-таки какое-то влияние с «nofollow» ссылок есть. Мы знаем, что это непрямое ранжирование, это если есть полезный трафик, или просто упоминается бренд, люди запоминают. Это непрямое ранжирование. Как вес сайту они не передают. Но при этом Google пытается разделить еще вот этот «nofollow» тег на «sponsored». Это непосредственно, когда вам заплатили за размещение ссылки. Я думаю, тут он вообще полностью уберет какое-либо ранжирование. «user-generated» контент, возможно, он оставит какое-то ранжирование. Все-таки это непосредственно мнение каких-то пользователей, может, там они поменяют сам процесс влияния. Останется тег «nofollow» — это если непосредственно вы полностью не доверяете этим ссылкам. Тяжело даже сейчас сказать, где можно размещать, если у нас есть «user-generated» контент и проплаченные ссылки. Ссылки, которым вы не доверяете, ну, возможно, вы что-то пишете, вы не проверили информацию, можете оставить тег «nofollow». Время есть, до 1 марта 2020 года это необходимо обновить. Я вам скажу, ну, как правило, плагин WordPress, они автоматически все это обновляют, поэтому просто обновляйте плагин, я думаю, проблем тут не будет. Дальше идем. У нас статья с «Content Marketing Institute» и тут рассказывается, как создать лучшее распространение вашего контента. То есть, наверное, чтобы больше его все-таки прочитали. Итак, первым пунктом оцените каналы, где вы распространяете контент. Это, в принципе, нормально, адекватно. К примеру, мы обычно распространяем это YouTube-канал, мы продвигаем по SEO-продвижению, мы продвигаем в Facebook. У вас, возможно, какие-то другие каналы. То есть, необходимо посмотреть. Это первое, они пишут, это собственные медиа. То есть, собственные медиа, это что означает? Это непосредственно, если вы имеете туда влияние. Это ваш сайт, это ваша группа в Facebook, это ваш непосредственный YouTube-канал. То есть, это то, где вы управляете. Медиа, которыми поделились непосредственно, это когда вы сообщили о том, что у вас есть классный контент какому-то журналисту или другому блогеру, и он поделился. Или это просто пользователи поделились в своих социалках. Вы не имеете доступа к этим социалкам, но людям это понравилось, они распространили информацию. Это большой плюс. Поэтому это как бы медиа, которыми поделились, и платные медиа, когда вы заплатили за размещение вашего контента. Это непосредственно, это какие-то спонсор-посты, это непосредственно платная реклама. То есть, здесь они распределяют и рассказывают, какими необходимо, то есть, проанализировать непосредственно ваши источники распространения информации. И что они просят учитывать непосредственно, это характеристики вашей аудитории, стиль непосредственно распространения. К примеру, у нас на YouTube-канале один стиль, это обучающий стиль, у нас на сайте может быть другой стиль. В блоге у нас тоже, в принципе, это шаг за шагом непосредственно какие-то гайды. Но у нас также есть и коммерческая информация, поэтому здесь рассказывается, что вы, когда распространяете непосредственно вашу информацию, вы должны анализировать, какой вид контента необходимо предлагать для каждой площадки. Вторым пунктом они выделяют, развивайте ваш непосредственно контент-план. То есть, это непосредственно методы распространения информации. Я вам скажу, мы постоянно развиваем тоже, мы проверяем, где возможно необходимо усилить, где необходимо поменять аудиторию. То есть, это тоже и бит-тестинг, конечно, это довольно-таки правильно, потому что никто не знает изначально, как оно работает. Но когда в процессе работы вы будете смотреть, я думаю, вы непосредственно выберете. Тут уже расписывается по пунктам, на какие показатели обратить внимание. Это аудитория, ваши цели непосредственно, это какие-то там еще форматы, тон общения с вашей аудиторией. Это непосредственно ресурсы вашей команды. Возможно, это непосредственно, если у вас есть какая-то команда, которая имеет популярные непосредственно свои блоги или какие-то социальные, те же аккаунты. То есть, непосредственно распространение там. Это показатели непосредственно качества. То есть, это какие-то кликабельность, это конверсия и тому подобное. То есть, обязательно тестируйте. Конечно же, на это обращают внимание. Третьим пунктом, непосредственно ключевые слова, линкбилдинг и призыв к действию. То есть, вот, к примеру, у нас в блоге был призыв к действию. Это кнопка вверху, с помощью которой мы хотели получать именно продажи. Но, так как мы увидели, что влияние от нее небольшое, а показатели люди недовольны этой кнопкой, мы ее просто убрали. Возможно, на время, мы еще точно не знаем. Пока мы тоже тестируем. То есть, это все необходимо тестировать, чтобы понимать, какой формат вам лучше проводить. И так у нас, в принципе, все на этом не заканчивает, рассказывает, с помощью которой мы хотели получать именно продажи. Но, так как мы увидели, что влияние от нее небольшое, а показатели люди недовольны этой кнопкой, мы ее просто убрали. Возможно, на время, мы еще точно не знаем. Пока мы тоже тестируем. То есть, это все необходимо тестировать, чтобы понимать, какой формат вам лучше проводить. И так у нас, в принципе, все на этом не заканчивает, рассказывает, создавайте вашу стратегию по распространению вашего контента. Интересная статья, почитайте, будет время. Дальше у нас идет, ой, это действительно мне понравилась статья. Это непосредственно вопросы-ответы с известной конференцией SMX. То есть, это конференция проводит в Search Engine Land. Это, я думаю, она, если не лучше, то, как минимум, одна из лучших. Там выступают самые лучшие спикеры. Там приезжают представители Google, Bing тоже со своими докладами. И чем она интересна? Здесь, получается, идет ответ одного из спикеров. Как я понимаю, это Фил Вайс. И он мне рассказывает непосредственно про бэклинки и наказание за какие-то там черные методы продвижения. И про Disawall Tool. Да, вот они пишут, какой оптимальный PBM непосредственно соотношение. Ну, я думаю, здесь такие спикеры, они вам скажут, что вообще PBM не используйте. Это, видите, они даже пишут, поднимает нежелательное Google внимание. Поэтому избегайте вот этого. Стоит ли использовать Disawall Tool? Да, об этом много раз говорили представители Google. Если у вас нету в данной ситуации какого-то ручного наказания, не используйте Disawall Tool. То есть избегайте этот момент. Непосредственно просто многие начинают использовать Disawall Tool, когда у них нет наказания. Они боятся, хотят перестраховаться, знают, что у них какие-то плохие ссылки. Я вам скажу, представители Google в основном игнорируют какие-то плохие ссылки. Но если все-таки вы получили ручные санкции, конечно же, его необходимо использовать. Я бы использовал только в такой ситуации. Но если вы действительно переживаете, как и многие, что появляется множество каких-то других ссылок, или это, возможно, какая-то атака от ваших конкурентов, то, конечно, можете перестраховаться и действительно закинуть Disawall файл непосредственно вот эти ссылки. Ну и тут, в принципе, очень множество вопросов по именно ссылкам. И это по черным методам продвижения и что необходимо делать. То есть видите, куча вопросов. Видите ли вы влияние Disawall файла на ссылки? Абсолютно. То есть Disawall файл работает, потому что мы, я как-то читал пару исследований, люди утверждали, что он не работает, что Google уже его игнорирует. На самом-то деле он работает и те же представители Google говорят, что он еще работает. Пользуйтесь им. Вот. И, в принципе, тут огромное количество вопросов. Это если вы столкнулись с черным SEO и непосредственно вам необходимо, и у вас какие-то опасения или уже есть какие-то ручные санкции, то непосредственно обязательно прочитайте эту статью. Тут будет множество вопросов, ответов. Причем от специалистов, которые занимаются непосредственно именно продвижением, да, вот, продвижением сайтов и выступая на таких серьезных конференциях, как SMX. Давайте еще какой-то посмотрим, что у нас получается. Ну, тут, да, тут просто огромное количество вопросов. Давайте перейдем к следующему вопросу. Это, ой, это интересный вообще был разговор непосредственно в Твиттере. Он заключался, является ли ранжированием аккуратность контента. Знаете, когда первый раз прочитал, не совсем понял аккуратность контента, потому что мы знаем все такое релевантность. А что такое аккуратность? На самом-то деле аккуратность это непосредственно именно как расположен ваш контент. То есть, возможно, есть какая-то последовательность. Допустим, если это статья, да, это вступление, основная часть, вывод, да, и основная часть разбита там на какие-то подзаголовки. Это и есть аккуратность контента. И спросили у представителей Google, является ли это алгоритмом ранжирования. Они, вот, Дэнни Селливан ответил в Твиттере, нет, это не является, конечно же, алгоритмом ранжирования. Я думаю, что у Google множество алгоритмов проверят непосредственно качество контента. И аккуратность, на самом-то деле, это не один из параметров. Я бы сделал здесь как все-таки больше непрямое ранжирование, потому что аккуратность важна. Потому что если вы заходите на наш сайт и просто сбиваетесь там кучей, ну, ненужной информации, она неграмотно расположена, не по полочкам, или просто вот в три столбика расписана информация, то я бы сказал, что это собьет просто пользователя. Это будет непрямое ранжирование. Поэтому вот эту же статью обсуждали здесь на Search Engine Land. В принципе, это все на сегодня. Мне будет интересно ваше мнение, интересно ли вам проводить такие обзоры иностранной прессы. Пишите свое мнение в комментариях, потому что все-таки SEO не стоит на месте. Постоянно все меняется. Нам надо держать руку на пульсе, понимать, что поменялось. И я могу вам сообщать, непосредственно выбирать, потому что ежедневно выходит просто сотни статей по SEO от каких-то известных компаний. Прочитать их всех это просто нереально. Я обычно выделяю те, которые более интересные, там, где действительно для меня что-то новое. И непосредственно делюсь этой же информацией с вами. Потому что если перечитать все, тут и дня не хватит. Тут непосредственно просто, чтобы один день разобрать, это надо месяцы. Вот, поэтому мы выделяем самые важные новости и непосредственно сообщаем. Если вам это интересно, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал и задавайте множество вопросов в комментариях. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok